МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одной из важных составляющих человеческой зрительной системы является хрусталик глаза, пропускающий и переломляющий световые лучи. В идеале хрусталик абсолютно прозрачен. При потере прозрачности в глаза попадает лишь небольшая часть световых лучей. Хрусталик мутнеет. Так образуется катаракта. При помутнении хрусталика у пациентов появляются жалобы на то, что он стал хуже видеть вдаль, хуже видеть вблизи, что контрастность изображения у него пропала, что как-то в каком-то постоянном тумане, какая-то пелена перед глазками. Они приходят с жалобами на то, что у них плёночка, они иногда говорят на глазах. Всё это признаки помутнения хрусталика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Катаракта в большинстве случаев является возрастной патологией, встречающейся, как правило, уже после 40-50 лет. Кроме того, заболевание может развиться при различных наследственных заболеваниях и сахарном диабете, а также быть диагностировано у детей как врождённое. В результате изменения биохимического состава хрусталика, нарушения его кровоснабжения и питания, он становится плотным и непрозрачным. При зрелой катаракте человек перестаёт различать очертания предметов и видит только световые пятна. Обычное заболевание повреждает оба глаза, хотя один может заболеть на несколько месяцев или лет раньше другого глаза. При развитии катаракты появляются следующие симптомы. Двоение в глазу, если противоположный глаз закрыт, расплывчатость, туманность изображения, появление близорукости, ощущение бликов, вспышек, особенно в ночное время, чувствительность к свету, появление ореолов вокруг источников света. При катаракте зрение ухудшается у каждого с разной скоростью, но без лечения в большинстве случаев хрусталик быстро теряет прозрачность, затем наступает полное его помутнение. При малейшем появлении помутнений хрусталика, хотя может и не отмечаться нарушение зрения, необходимо вовремя обратиться к врачу-офтальмологу для обследования глаз, диагностики заболевания и своевременного лечения. Катаракта в общем медикаментозно никак не лечится. На ранних этапах, конечно, мы этим пациентам назначаем витаминотерапию, капельки витаминные разных производителей, но если катаракта второй-третьей степени уже, конечно, её лучше прооперировать. В среднем оперативно-хирургическое лечение занимает от 15 до 20 минут и вообще выполняется как бы в амбулаторных условиях. Данные пациенты через 3-4 часа уже выписываются домой, у них нет никаких ограничений в их деятельности. Катаракта глаза – серьёзная болезнь в офтальмологии, на поздних этапах ведущая к полной слепоте. Нет необходимости долгий период испытывать дискомфорт от плохого зрения, дожидаясь созревания катаракты. Ранняя диагностика поможет предотвратить этот процесс и вернуть ту остроту зрения, что была до болезни. Редактор субтитров А.Семкин